Добрый день, я Денис Елоховский, а вы смотрите Эконом FAQ, дружелюбную программу про деньги и экономику. У нас всего 12 минут для того, чтобы обсудить самые интересные события недели, поэтому давайте скорее начинать. Банковский кризис в США и Европе, визит в СИИ к Путину, это мы обязательно сегодня обсудим, но начнем мы все-таки с главной экономической новости недели, с решения Федеральной резервной системы США по своей базовой ставке. Так в Америке называется Центробанк. Почему эта тема главная? Потому что нынешнего решения ФРС по ставке ждал весь финансовый мир. Именно от политики американского Центробанка во многом зависит, что будет с экономикой завтра, в том числе и в довольно изолированной ныне от глобального Запада России. Базовая или ключевая ставка Центробанка — это ориентир стоимости денег в экономике. Чем она выше, тем дороже кредиты, и тем больше банки предлагают своим вкладчикам по депозитам. В результате люди и компании меньше занимают, больше сберегают, количество денег, которое идет на потребление, падает, а это уже толкает инфляцию вниз. Еще год назад, в марте 2022-го, базовая ставка в США была фактически нулевой, а сейчас, после повышения на этой неделе еще на четверть процентного пункта, достигла 5%. Так высоко в последний раз она была в 2007 году, накануне финансового кризиса. Тот факт, что ставка ФРС была снова повышена, говорит о том, что американский Центробанк в росте инфляции видит большую угрозу, чем в банковском кризисе. В комментарии, сопровождающем решение по ставке ФРС, говорит, что, может быть, ставку повысит еще раз в этом году. При этом ситуацию в банковской сфере называют надежной и устойчивой. Но ведь весь этот банковский кризис начался именно из-за того, что ставка начала так быстро расти. И банки просто отвыкли от того, что деньги могут быть настолько дорогими. Больше 10 лет ставка была практически нулевой. Если же ФРС ошибается и в банковской сфере ситуация будет ухудшаться, то вполне возможно вернется ситуация 70-х годов прошлого века. Или так называемая стакфляция, когда роста экономики нет, а рост инфляции есть. А это уже обязательно закончится падением цен на сырье, составляющим основу российского экспорта. Март 23-го стал по-настоящему кризисным для банков в США и в Европе. Ограничится ли эта ситуация только мартом? Ограничится ли она только США и Европой? И вообще что с того тем людям, которые живут не в США и не в Европе? Давайте разбираться. В США за первые полторы недели марта лопнули три банка. Два из них весьма крупные. На волоске висела судьба еще нескольких банков, но их пока удалось спасти за счет экстренного, хотя и не бесплатного финансирования от государства. В Европе неделю назад за смешные деньги был продан своему конкуренту второй по величине банк Швейцарии, Credit Suisse. Решение это было экстренное, принято под давлением властей. Это важно для Швейцарии, это важно для финансовой стабильности. Владельцы акций и облигаций Credit Suisse потеряют десятки миллиардов долларов, а тысячи его сотрудников — работу. Почему вообще начался этот банкопад? Главная причина — рост процентных ставок. В таких условиях стоимость активов, в которые банки вкладывают средства вкладчиков, снижается. Если вдруг критически большое количество вкладчиков захочет забрать свои деньги, банк просто не сможет с ними расплатиться. Именно это произошло с Silicon Valley Bank в США. Мы знаем, что SVB испытал невиданный набег вкладчиков. Это была очень большая группа вкладчиков, которая действовала очень быстро. Быстрее, чем когда-либо в истории. А когда таких случаев много, начинается кризис доверия. Любое сомнение в надежности банка приводит к набегу вкладчиков, и тогда может зашататься даже гигант. Это уже история Credit Suisse. Ну а мне что с того, спросит раздраженный зритель, у которого не было счетов в Silicon Valley Bank или акции Credit Suisse. А вот что. Банки — это кровеносная система экономики. Когда плохо им, плохо и всем остальным отраслям. Вот наглядный пример этой ситуации. С начала марта нефть дешевела более чем на 15% без каких бы то ни было фундаментальных новостей. И исключительно на опасениях проблем с ростом экономик крупных стран из-за банковского кризиса. А если нефть дешевеет, это сказывается и на России. В общем, выбор сейчас у властей Европы и США такой. Бороться с высокой инфляцией — значит рисковать своими банками. Спасать свои банки — значит обрекать экономику на долгую и высокую инфляцию. Выбор непростой. Позади уже полпрограммы, а мы разобрали только две темы. Надо ускоряться. Переходим к рубрике Блиц. Россия продлевает добровольное ограничение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день до конца июня. Об этом в обращении на сайте правительства заявил вице-премьер Александр Новок. Мотивы этого решения сформулированы несколько расплывчато. Но подавляющее большинство экспертов рынка уверены, у этого решения две причины. Первая — попытка поднять цены за счет сокращения предложения. И вторая — нефтяной эмбарго и правда мешает России поддерживать объемы продажи нефти на прежнем уровне. Всемирный банк увеличил оценку финансового ущерба, который понесла Украина с начала войны. Прямые издержки в результате разрушения зданий и инфраструктуры, потери гражданами работы и жилья теперь оцениваются в 411 миллиардов долларов, что более чем в два с половиной раза превышает ВВП Украины за 22-й год. Всемирный банк пишет, что война отбросила ниже черты бедности более 7 миллионов человек и стерла 15 лет экономического развития страны. Предыдущая оценка потери Украины, которую делал Всемирный банк полгода назад при поддержке ООН, Еврокомиссии и правительства Украины, была ниже на 60 миллиардов долларов. Правительство России хочет разрешить добывать золото не только юридическим лицам, но и обычным людям. Как пишут ведомости, проект закона о старательской деятельности, да он прямо так и называется, уже одобрен и скоро будет внесен в Госдуму. Гражданам в статусе индивидуального предпринимателя хотят разрешить арендовать на три года участки в дальневосточных и арктических регионах. Площадь участков не более 10 гектаров. Зарываться в землю можно будет не глубже 5 метров силами не более чем 10 наемных работников. Есть и еще одно ограничение. За весь срок аренды участка разрешают добыть не более 30 килограммов золота. Насколько это может быть выгодно? Ну, по текущим рыночным ценам получается, что за весь срок работы заработать более 2 миллионов долларов никак не выйдет. Дидаллоризация российской экономики – отличный лозунг для политиков. Но вот когда дело доходит до личного кошелька, отказ от недружественных валют в народе уже не так популярен. По свежим оценкам Банка России, наличная валюта у россиян оказалась почти на 10% больше, чем считалось ранее. Если всю иностранную валюту в заначках россиян пересчитать в доллары, то выйдет около 104 миллиардов. Вот так вот, например, выглядит 1 миллиард наличными. А в России где-то рассовано в 104 раза больше. Дидаллоризация. Президент Путин на встрече с председателем Си заявил, что Россия готова к переходу на расчеты в юанях в торговле не только с Китаем, но и со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Готовы ли к такому повороту те самые страны Африки, Азии и Латинской Америки? Вопрос открытый. Да, вот мы и добрались до российско-китайских переговоров, которые состоялись на этой неделе в Москве. Политическую сторону вопроса оставим специалистам. Мы здесь только про экономику. А по экономике совсем не густо. Каких-то конкретных соглашений на конкретные суммы и сроки подписано, по крайней мере, публично не было. С российской стороны есть обещание резко нарастить в Китай поставки газа. Но где взять технологии для новых заводов по его сжижению и деньги на новый трубопровод, пока не очень понятно. Хотя тренд, безусловно, очевиден. Китаю интересные дешевые российские ресурсы, а Россия будет рада их поставлять как можно больше. Взаимный товарооборот России и Китая в прошлом году достиг 190 миллиардов долларов. Это почти на 40 миллиардов больше предыдущего рекорда, который был поставлен в 2021 году. По данным таможней КНР, за год после начала войны Россия смогла обойти Саудовскую Аравию и стать для Китая крупнейшим поставщиком нефти. По завозу угля Россия вторая после Индонезии и третья по сжиженому газу после Австралии и Катара. За прошлый год на закупку российских энергоносителей, включая трубопроводный газ, Китай потратил 88 миллиардов долларов. Это на 31 миллиард больше, чем годом ранее. В целом же на покупку российских товаров Китай в прошлом году потратил 114 миллиардов долларов. Обратно из России в Китай ушли в общей сложности 76 миллиардов. На эти деньги покупали станки, электронику, оборудование, автомобили. В общем, все то, что России сейчас больше особо и негде взять из-за санкций. Те, кто живут в России, видят эту статистику своими глазами. Из 14 оставшихся на рынке автомобильных марок, 11 китайские. Оттуда же из КНР завозят параллельным импортом и машины брендов, которые официально Россию покинули. Китай сильно увеличил свою долю на рынке смартфонов. Теперь она достигает 75%. Похожие тенденции на рынке строительного оборудования, электроники, ноутбуков и во многих других сферах. Тем не менее, некоторые проблемы все-таки остаются. Китай, например, до сих пор опасается в открытую завозить в Россию товары и услуги, из-за которых можно попасть на вторичные санкции Запада. С российской стороны тоже есть свои опасения. Вот, например, процитирую новость, которая вышла аккурат в день начала визита Си Цзиньпина в Москву. Российские производители кабеля просят защиты от китайских конкурентов. Если коротко, российские кабельщики, в первую очередь речь идет про оптоволокно, просят правительство ввести импортные пошлины на продукцию из Китая. Они жалуются, что в прошлом году и без того сокращающийся рынок стали занимать компании с КНР. В свою очередь, покупатели оптоволокна, главным образом это операторы связи, готовы бы отказаться от дешевого китайского импорта, но только в обмен на разрешение повысить цены на свои услуги. В общем, мораль простая. Кто-то в России за дружбу с Китаем будет платить больше. А сам Китай, пользуясь положением крупнейшего покупателя российских товаров, будет способен выбивать себе цены поприятнее. Ну и напоследок про новые знания. Российский книжный онлайн-магазин Литрес сообщил, что продажи бизнес-литературы в феврале упали на 28%. Примерно такие же данные и у издательской группы Альпина. Однако падение читательского интереса в этой области отнюдь не фронтальное. В Литрес отметили, что спрос на книги по теме антикризисное управление вырос более чем в полтора раза. Очень симптоматично, не правда ли? На сегодня у меня всё. Оставляйте свои вопросы и комментарии под этим видео, если вы смотрите его в соцсетях. Ну и там же, в соцсетях настоящего времени, оставляйте свои вопросы и комментарии, если вы смотрите это видео по телевизору. Субтитры создавал DimaTorzok